Всем доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире КФО Live! Очередная встреча с представителями Института факультетов Казанского Федерального Университета по поводу приемной кампании в Казанске Федеральный Университет 2023 года. Меня зовут Роман Полинсков и сегодня мы с вами целый день посвятим юридическому факультету. Начнем с магистратуры, как всегда по традиции. На ваши вопросы ответит руководитель магистратуры юридического факультета Алсу Махмудна Хруматульна. Добрый день! Доброе утро, доброй ночи, если нас уже смотрят где-то во Владивостоке, может быть на Аляске, с прошедшим праздником, с 1 мая. Спасибо, и вас тоже очень рада приветствовать вас всех здесь, в такой праздничный день. Времени до приемной кампании остается все меньше и меньше. Уже май на календаре, так что вперед из песни, как говорится. Давайте поговорим о магистратуре, пожалуйста. Да, еще раз всем добрый день. Мы здесь уже неоднократно рассказывали вам об магистрских программах, которые планируются в 2023 учебном году. И я думаю, сегодняшняя наша встреча тоже будет весьма полезной, поскольку есть ряд информаций, которые еще не звучали. И с чего хотелось бы начать наше сегодняшнее выступление. Во-первых, хочу обратить внимание, уважаемые абитуриенты, что данный год является самым, скорее всего, востребованным с точки зрения поступления на бюджетные места, поскольку наибольшее количество бюджетных мест было заявлено именно в предстоящем 2023 учебном году. И мы уже на выходе, можно сказать, на профессиональной общественной аккредитации, которая у нас планируется в мае месяце, а это уже в свою очередь, я думаю, гарантия качества предоставляемых образовательных услуг. И хотелось бы также отметить, что на очном отделении на бюджете предполагается 59 мест, на заочном 70, на очно-заочном 15. Обратите внимание, что в предстоящем учебном году также запланирована вечерняя форма обучения. То есть, если раньше мы обучали лишь на очной и на заочной форме обучения, то теперь появилась еще и вечерняя форма. Чуть позднее расскажу, наверное, в чем ее особенность. В этом году мы планируем немного уменьшение количества образовательных программ. Во-первых, это связано с востребованностью как среди абитуриентов, так и востребованностью специалистов на рынке труда. И нами, юридическим факультетам, предлагается 10 магистрских программ. Это следующие. Юрист в сфере международного бизнеса, международная защита прав человека, правая аналитика, правое сопровождение бизнеса, предварительное расследование правосудия по уголовным делам, судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе, юрист в сфере цифровой экономики, антикоррупционная деятельность и комплайенс, социальная юриспруденция и юрист в социальной сфере. Действительно представлено разнообразное количество магистрских программ, как частно-правового профиля, так и публично-правового профиля. В целом считаю, что действительно абитуриенты могут найти здесь себя и реализовать свой потенциал на тех или иных программах. Также хотелось ваше внимание обратить на то, что не все 10 программ реализуются на всех формах обучения. Вот, к примеру, на вечернем форме обучения предполагается лишь программа юрист в социальной сфере. На очном чуть больше программ, и на заочном представлены часть программ, которые также реализуются и на очном отделении, и часть программ, которые реализуются исключительно на заочном отделении. Я думаю, полный перечень образовательных программ представлен здесь на слайде, на экране. В принципе, вы можете лицезреть. В последующем, если у вас будут вопросы по содержанию образовательных программ, я готова на них ответить, но непосредственно перечень дисциплин, которые реализуются на данных программах, он различен. Учебный план у нас уже утверждены, все размещены на сайте. Поэтому думаю, что ваш выбор того или иного профиля будет также зависеть от наполняемости данной образовательной программы. Очень часто возникают вопросы у наших абитуриентов касаемо вступительных испытаний. Но действительно, уже не за горами тот период, когда назначены у нас вступительные испытания по срокам, тоже скажу чуть позднее. По формату вступительного испытания он заявлен у нас в письменной форме. Возможна сдача экзамена как в дистанционном формате, так и в очном. Вопросы сформулированы по билетам. В билете у нас 11 вопросов. Вам достаточно будет ответить на любые два вопроса. Время для вступительных испытаний по южеспруденции у нас 120 минут. Минимальный балл, который вы можете получить, это 40, максимальный 100. Ну и вопросы в билете, они сформулированы по отраслям права. То есть один вопрос отражает одну отрасль права. Более подробное содержание программы вступительных испытаний вы можете найти на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета во вкладке магистратура, программы вступительных испытаний, юриспруденция. По критериям оценивания. Действительно, очень часто тоже такой наболевший, наверное, вопрос среди наших абитуриентов. В основном он адресуется членам экзаменационной комиссии. И от имени членов экзаменационной комиссии могу отметить следующее. Наивысшее количество баллов проставляется, если представлен развернутый ответ на поставленные вопросы, приведены ссылки на нормативно-правые акты и судебную практику, охарактеризованы различные теоретические позиции и, безусловно, аргументирована собственная точка зрения. Это наиболее часто встречаемые критерии, которыми руководствуются наши члены экзаменационной комиссии при проверке работ и выставлении соответствующих баллов. Наверное, один из интереснейших вопросов касаемо сроков приема, поскольку на сегодняшний день, насколько я знаю, эта информация достаточно, она является свежей, поскольку мы буквально на прошлой неделе утвердили сроки приема, сроки, точнее, вступительных испытаний. И здесь могу отметить, что день основного вступительного испытания это у нас 2 августа 2023 года. Уважаемые абитуриенты, обратите внимание на эту дату. Если вы собираетесь, допустим, в путешествии или провести какой-либо отдых свой за пределами нашего города, то вам рекомендую запланировать все-таки либо до 2 августа, либо после. Объясню, почему. Действительно, некоторые наши абитуриенты полагаются на дистанционный формат обучения, на дистанционный формат сдачи вступительного испытания, но, как показывает опыт, все-таки это очень рискованные, скажем, действия, поскольку возможны различного рода технические сбои, которые впоследствии могут привести к невозможности отправки ваших работ, что может повлечь за собой невозможность сдачи вступительного испытания и зачисления на юридический факультет. И в этой связи я рекомендую все-таки запланировать свой день и все-таки постараться сдать вступительные испытания в очном формате в стенах Казанского университета, дабы избежать лишних проблем, которые у вас могут возникнуть. Публикация конкурсных списков у нас 9 августа. Это для тех абитуриентов, которые поступают в магистратуру очной и заочной формы обучения в рамках контрольных цифр, то есть планируют на бюджетные места. Поскольку для абитуриентов, планирующих поступление по договору на контрактной основе, публикация конкурсных списков чуть позднее. Обратите внимание, что день завершения приема оригиналов у нас установлен 12 августом 12.00. Это означает, что если вы наберете высокие баллы, но не принесете свои оригиналы в приемную комиссию до установленного срока, в отношении вас не будет издан приказ о зачислении на бюджетные места. Дабы избежать такой ситуации, все-таки нужно обращать внимание на установленные сроки, поскольку они установлены в жестком формате, и никаких отступлений, никаких исключений здесь быть не может. Разве что по дате организации вступительных испытаний предусмотрен резервный день. Но здесь, наверное, тоже нужно отметить, что резервный день ориентирован не для всех абитуриентов, а только на тех ребят, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать или отправить работу в дистанционном формате 2 августа. И издание приказа у нас о зачислении на бюджетное место — это 14 августа. Но, как я уже отмечала, если вы планируете поступать по договору, то есть на контрактной основе, издание приказа чуть позднее и датировано 16 августа. У нас еще здесь не отмечено, хотелось также отметить, что за день или буквально за 2-3 дня планируется проведение консультации. Более подробная информация о сроках консультации вы можете также найти на сайте приемной комиссии. В целом, что представляет собой консультация, наверное, это уже очная встреча с членами экзаменационной комиссии, где вы можете задавать вопросы касаемо именно содержания тех вопросов, которые представлены в программе вступительных испытаний. И, наверное, я здесь буду завершать основную информацию, поскольку все-таки у нас вся информация по срокам, еще раз повторюсь, она представлена на официальном сайте приемной комиссии. Единственное, вот здесь тоже нужно отметить, что для иностранных граждан уже, в принципе, сроки приема, сроки сдачи вступительных испытаний уже начинаются с 20 июня, но это на контрактную основу. То есть на бюджетные места, также для всех, это 2 августа. Перейдем к вопросам, которые у нас еще есть. На половину из них вы уже ответили. Те, которые не ответили, звучит следующим образом. Когда стоит начать готовиться к вступительным экзаменам? Философский вопрос больше. Вопрос действительно очень интересный. Безусловно, конечно же, не за один день и не за два, поскольку здесь уже было сказано о том, что в билете у нас 11 вопросов, и достаточно ответить вроде бы как бы всего лишь на два вопроса. Но обратите внимание, что одним из критериев оценивания является то, как вы апеллируете, используете, анализируете нормативные правовые акты и судебную практику. Все-таки для того, чтобы вы могли представить вопрос в таком развернутом виде, думаю, заблаговременно. Перечень вопросов у нас по каждой отрасли 40. Ну, в принципе, здесь, наверное, нужно оценивать свои силы и навыки, которые вы приобрели уже в период либо обучения в бакалавриате по юриспруденции, либо в период обучения по иной специальности. То есть здесь, наверное, индивидуально. Да, и зависит все-таки от уровня подготовки. Ведь все-таки если сравнивать ребят, которые оканчивают уже бакалавриат по специальности юриспруденции и тех ребят, которые оканчивают бакалавриат по иной специальности, я думаю, здесь ни для кого не секрет, уровень подготовки, уровень базовой подготовки, он будет различным. И тем ребятам, которые не заканчивали профильную специализацию, не оканчивали, думаю, заблаговременно нужно начать готовиться. Где можно ознакомиться с вопросами для поступления? На сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». Далее вы проходите по ней и находите юриспруденцию, программы вступительных испытаний. И здесь же приложены критерии оценивания вступительных испытаний. На какие направления самый большой конкурс? На все направления хочется отметить здесь, еще раз давайте коснемся этого вопроса. Если вы уже наблюдаете за нами не первый год, то у нас в прошлом году, к примеру, было заявлено 14 магистрских программ. Все-таки в этом году произошло такое сокращение. И это сокращение связано именно с востребованностью образовательных программ среди абитуриентов. Это означает, что все те программы, которые были представлены на 2023-2024 учебный год, они, безусловно, все востребованы. Мы не заявляем не востребованные программы. — Говорили про очно-заочную форму обучения. Давайте по ней поподробнее. — Давайте. В чем отличие? То есть у нас три формы обучения. Очная по срокам, во-первых. Очная у нас запланирована реализация образовательной программы в течение двух лет. Реализация программы по заочной форме и вечерней очно-заочной — два с половиной года. И здесь нужно, опять-таки, отметить особенности обучения. При очной форме обучения у нас студенты учатся ежедневно. Преимущественно в вечернее время — это с 17.30 до 20.30. То есть буквально две, в исключительных случаях, три пары в день. То есть действительно очень удобный график для тех, кто совмещает свою работу с учебой. Для заочной формы обучения предусмотрены сессии. А в год у нас две сессии. Это летняя и зимняя. Они у нас длятся в течение трех недель, то есть в течение 20 дней. И по вечерней форме обучения. Особенность в том, что здесь обучение происходит ежедневно, но количество часов уже чуть меньше, чем на очной форме обучения. И срок, то есть на очной у нас два года реализуется образовательная программа, здесь два с половиной. В силу того, что количество дисциплин в течение года сокращено. Какие есть правила для иностранных абитуриентов? Здесь каких-либо особенностей для иностранных граждан нет. Наверное, стоит отметить по срокам приема, как уже было отмечено. У них сроки вступительных испытаний уже, в принципе, могут, точнее, если они изъявят желание, начаться уже 20 июня. Потому что, когда мы формировали дату вступительных испытаний, приемная комиссия запросила еще дополнительно даты для иностранных граждан. И здесь вот по срокам, отмечу, 20 июня, в принципе, уже можно сдавать вступительные испытания для тем гражданам, которые планируют поступать на контрактную форму обучения. Особенности, наверное, здесь еще также стоит отметить по языку вступительных испытаний, поскольку ряд иностранных граждан не обладают знаниями русского языка. Здесь отмечу следующее. У нас программы, образовательные программы, они за исключением одной реализуются на русском языке. Есть программа юрист в сфере международного бизнеса, которая реализуется на английском языке. И вот если абитуриент планирует поступать на данную программу, то здесь можно вступительные испытания сдавать как на русском языке, так и на английском. Но это исключение единственное сделано только для программы юрист в сфере международного бизнеса. Еще пару вопросов осталось. Факультет помогает с трудоустройством во время учебы? Безусловно, на факультете у нас работает центр практики юридического факультета. И я скажу так, что работодатели наши ежедневно находятся в поиске хороших ребят, которые обладают познаниями в тех или иных отраслях права. То есть здесь факультет никого не бросает, скажем так, на произвол судьбы. Хорошие, грамотные юристы, они востребованы. А уж что говорить о наших магистрах, о выпускниках магистратуры юридического факультета. Я думаю, проблем здесь ни у кого не возникало и не возникнет. Будет желание, работа найдется. Здесь нужно отметить, что действительно наш центр практики проводит достаточно хорошую работу, взаимодействует как с студентами, так и с работодателями. Все-таки вуз у нас один из передовых, и наши выпускники востребованы не только в пределах города, не только в пределах республики, но и в пределах страны. А выпускники профилей юрисферы международного бизнеса, международной защиты прав человека, они в целом у нас работают даже в различных межправительственных организациях международного характера. Поэтому здесь, я думаю, вопросов по трудоустройству возникать в принципе не может. Вспоминая предыдущие выпуски нашей программы, у любого нашего института и факультета проблем с этим нет. Отделы практик и взаимодействие с работодателями работают в полную силу. Даже иногда кадровый голод бывает. Безусловно. Как рассказывали. Безусловно. Финальный вопрос. Какой бы совет вы дали для тех, кто сомневается, стоит ли идти на магистратуру или нет? Вы знаете, здесь, наверное, хочется отметить, что, безусловно, в магистратуре грядут изменения. И на сегодняшний день, к примеру, в магистратуре юридического факультета можно поступить лицу, который не обладает образованием в сфере юриспруденции. То есть не оканчивал бакалавриат или специалитет по специальности юриспруденции. И магистратура большинством граждан рассматривается в качестве второго высшего образования. Вот что будет дальше, не могу сказать, поскольку дискуссий проходят очень много. И одной из версий является, что все-таки, возможно, в скором времени будет наложен так называемый запрет поступать в магистратуру лицам, которые оканчивали непрофильные специальности. И здесь, поскольку такие риски все-таки имеются, я бы вам посоветовала поспешить поступить. И если вы еще не обучались по специальности юриспруденции, это действительно очень хороший шанс. Ну а те ребята, которые у нас оканчивают бакалавриат по специальности юриспруденции, вы, наверное, знаете, что большинство наших работодателей на высокооплачиваемой должности, они в качестве квалификационных требований предъявляют еще и наличие высшего оконченного образования. Что ж, большое спасибо за то, что ответили на все вопросы, которые у нас сегодня были. Вы пишите, уважаемые друзья, свои вопросы, потому что времени до поступления остается совсем-совсем мало. И, по сути, с каждым днем вопросов становится все больше и больше. Что ж, Алсу Махутну, благодарю вас еще раз за то, что пришли. Еще раз с прошедшим праздником и хорошей работы. И готовимся к поступлению. Всем спасибо за внимание. Ну и не только с прошедшими, и с предстоящими праздниками. Все-таки грядет такой значимый праздник для всей нашей страны. И, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. До свидания. Это был КФУ Лайф для юридического факультета. Прощаемся совсем ненадолго, в 2 часа дня продолжим. Уже говорить будем о бакалавриате. Так что до встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин